Мы продолжаем рассказывать о неизвестных и неудобных страницах войны. Наша сегодняшняя история о музее обороны и блокады Ленинграда. Это единственный музей, который открыли в то время, когда еще шли боевые действия. Однако уже в 49-м закрыли. Казалось бы, чем могло помешать советскому руководству такое учреждение. Но власть боялась вполне обоснованно. Потому в Ленинград и поступила команда из Москвы. Об ужасах блокады говорить поменьше, пореже и без подробностей. Уж слишком они были шокирующими. Лариса Задорожная о том, как убивали память. На подходах к Ленинграду еще шли бои, а в городе уже создавали музей. Без указания сверху люди сами несли экспонаты. Все, что передавало ужас. Двух с половиной лет осады. Вот дневник восьмилетнего Валеры. 2 декабря 41-го. Поймали кошку, съели. Очень вкусно. Овсяная каша, котлеты, пюре. А это уже девочка Валя мечтала о том, что хотела бы попробовать. В конце приписка. До этого мне не дожить. Лепешки из лебеды на машинном масле, столярный клей. Вот оно уже, настоящее. Ежедневное меню блокадника. Ликвидировать Государственный музей обороны Ленинграда без всяких объяснений. Это распоряжение из Москвы. В 49-м в Кремле решили музей закрыть, экспонаты уничтожить. Вот это все жгли. Выносили во двор вот эти планшеты. Потому что их никак не используешь. А оружие все, это все шло на переплавку. Директора музея арестовали. Он стал одним из фигурантов громкого ленинградского дела. По нему шли десятки людей, в том числе и руководство города. В Москве решили, трагедия Ленинграда преувеличена. Посвящать ей экспозицию незачем. Люди не верили. Не может такого быть. Это, конечно, было... Ну, для нас это была трагедия. Ученые, говорят, Сталина беспокоила роль города на Неве в истории войны. Музей был закрыт. Там была четкая совершенно формулировка документы о закрытии музея и о неправильности, о неадекватном выпячивании роли Ленинграда в Великой Отечественной войне. Кремль запретил подсчитывать реальное количество жертв, сводить данные с кладбищ и отчетов похоронных бригад. Слишком большой получалась цена ошибок центрального руководства, допустившего блокаду города на Неве. Погибло более миллиона человек. Но известно об этом стало лишь после распада Советского Союза. До этого потери были занижены вдвое. Особенно ленинградцам запомнился приезд секретаря ЦК ВКПБ Маленкова. Только врагам мог понадобиться миф о блокаде, кричал он с трибуны. Только они могли принять роль великого вождя. Позже Маленков скажет, что делал все, как хотел Сталин. Приезд московской комиссии в музей напоминал театр абсурда. Повод для его закрытия искали везде, где могли. Висят портреты руководителей города. Зачем вы их превозносите? Схема наступления в войско-освобождение Ленинграда. Это раскрытие военных секретов. Сталинах было 13 штук. Я имею ввиду экземпляров. Один из Сталина был в 8-метровой высоте. Кому-то показалось чересчур много, а эта группа сказала, что мало. Показана роль Сталина. После разгрома сохранилась только третья часть экспонатов. То, что удалось спрятать в хранилищах других музеев. Ленинградцы увидят их снова. Только через 40 лет. В 89-м. Когда уже после перестройки блокадному музею дадут вторую жизнь. Центральным экспонатом, как и в 49-м, станет символ Ленинграда. 125 граммов карточного хлеба. Лариса Задорожная, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер из Петербурга.